Ола Амигос, на связи Матвей. И сегодня, в этом видео, хочу немного поговорить про Fortnite на iOS. Не бойтесь, в этом видео я не собираюсь очередной раз рассказывать вам, почему Epic Games в ситуации с Apple поступили неправильно, или когда же всё-таки мы снова сможем поиграть в Fortnite на iPad'ах и iPhone'ах. В этом видео я решил отметить некоторые плюсы, почему же всё-таки хорошо, что Fortnite забанили на iOS. Сейчас вы, наверное, подумали, Блин, мотивкар, какие плюсы в забаненном Fortnite на iOS? Здесь одни минусы. Игроки не могут поиграть в их любимую игру. Мобильное сообщество игры умерло. Боже, мотивкар, здесь что, снимать нечего? Ну, в принципе, да, я с вами соглашусь. Думаю, достаточно жалкая ситуация. Мне тоже очень грустно, что я не могу поиграть в Fortnite на своём iPad'е и iPhone'е. Ну, камон, ребят, я оптимист, поэтому предлагаю посмотреть на ситуацию Apple с Epic Games в розовых очках и выявить главные плюсы того, почему же всё-таки хорошо, что Fortnite забанили на iOS. В этом видео специально для вас я подготовил неоспоримые факты, которые выявят преимущество бана Fortnite на iOS, и я уверен, они повергнут вас в шок. И после просмотра этого ролика вы уже не будете так сильно негативно относиться к войне Apple с Epic Games. Будет интересно, не переключайтесь. А перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моём канале, если ты так же, как и я, играешь в Fortnite на мобильном девайсе, то обязательно форме подписку. Тут ты сможешь найти лучший и единственный контент по Fortnite Mobile во всём СНГ. Ну а если уже подписался, то не забывай про наилучшую поддержку меня и именно мой тег Автомотивкар в твоём ежедневном магазине Fortnite. Смело води, покупай исключительно с ним. Также ты можешь делать коренные своих покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте, ну или специальный канал в нашем Дискорд-сервере. Ссылку на это всё ты сможешь найти в описании. Таким образом ты сможешь попасть в ролик, как и следующий, ребята, в конце видео. Надеюсь, вы меня поняли. И теперь давайте-ка всё-таки посмотрим на главные плюсы того, почему же всё-таки хорошо, что забанили Fortnite на iOS-устройствах. Уверен, вы об этом ещё никогда не задумывались. Также хочу обратить ваше внимание на одну очень важную деталь. Если ты смотришь это видео, то, скорее всего, ты играешь в Fortnite. Ну а если ты играешь в Fortnite, то ты 100% ещё учишься в школе. И я уверен, тебя уже задолбали эти бесконечные проверочные работы, МЦКО и так далее. Но специально для вас у меня есть хорошее решение. Не так давно мой друг запустил свой телеграм-канал, куда сливают все ответы на МЦКО, всякие проверочные, ОГЭ, ЕГЭ и тому подобное. Там он постит как и бесплатный контент с обычными ответами, так и специально платный контент для тех, кто хочет знать ответы абсолютно на все самостоятельные. Ссылку на телеграм-канал с ответами я оставил первой в описании. Обязательно заходи, подписывайся и в следующий раз не бойся всяких проверочных или самостоятельных работ. Ну а теперь можно приступить к сегодняшней теме. Ну и первый плюс блокировки Фортнайт на iOS, с которого я бы хотел начать это видео, заключается в том, что когда все-таки Фортнайт вернется на айфоны и айпады, то это будет мега большое событие. Об этом будут говорить абсолютно везде, тем самым наша игра хайпанет. Будет гигантский поток новых игроков Фортнайт. Тем самым наша игра на iOS платформе будто перевозродится. И сообщество мобильного Фортнайта начнет новую жизнь, будут новые турниры, новые киберспортсмены и тому подобное. Ставлю ставки на то, что предыдущие киберспортсмены Фортнайт Мобайл больше не будут такими могущественными и их заменят новые киберспортсмены. Появится много новых крутых ребят и считаю это классно. Просто представьте этот перформанс, думаю оно того стоит. Плюс к этому игроков будет еще намного больше, чем было до этого, потому что сейчас практически все современные айфоны могут тянуть Фортнайт 60 фпс и эта игра будет установлена у каждого второго. И это все благодаря тому, что Фортнайт практически целый год был заблокирован на iOS устройствах. Грубо говоря, Фортнайт на iOS потух для того, чтобы снова ярко вспыхнуть. Второй плюс я могу отметить для тех игроков, у которых уже установлен Фортнайт на iOS устройствах. Потому что я считаю это классно, когда даже находясь в 16 сезоне, ты спокойно можешь играть в наш старый 13 сезон. Согласитесь, вам же так было бы приятно сейчас поиграть в какой-нибудь старый сезон. Ну вот, например, 13 сезон побегать со старыми мифическими оружиями по затопленной карте. Грубо говоря, Фортнайт на iOS это своеобразная капсула времени. Законсервировала игру такой, которая была практически целый год назад. Как по мне, так это достаточно удивительная вещь. В 2021 году играть в третий сезон второй главы, при этом это настоящий Фортнайт с настоящими игроками и настоящей картой. Если именно у тебя, кто смотрит это видео, на данный момент сохранился Фортнайт на iOS, то я тебя поздравляю, ты реально счастливый игрок Фортнайт и тебе крайне сильно повезло. Вот я, например, на момент блокировки удалил в конце августа игру и, к сожалению, сейчас поиграть в нее не могу. И так же думают практически все игроки Фортнайт. Третий плюс заключается в том, что, насколько мы знаем, данный конфликт начался из так предполагаемой монополии со стороны Apple. Даже если принять тот факт, что у Apple в сторону Epic Games монополии даже не пахло, она была, но в сторону других малоизвестных компаний. И данный конфликт способствовал тому, что Apple снизила комиссию для тех приложений, чей доход в год не превышает количество 1 миллион долларов. Ну а также данный конфликт, в общем, поднял интерес правительства США следить за монополией на рынке, созвать специальные конгрессы, создавать отчеты с участием Госдепартамента и тому подобное. Данный факт не может не радовать. Хоть Epic Games лично для себя ничего из этого конфликта не вывели, зато вывели для миллионов маленьких корпораций. Ну и в общем подняли вопрос о монополии гигантских компаний на современном рынке. Ну а теперь готов вам представить последний плюс блокировки Fortnite на iOS. А заключается он в том, что когда конфликт только начался, то Fortnite Mobile нереально жестко хайпанул. Об этой ситуации писали абсолютно все СМИ, тем самым про Fortnite слышали даже ваши родители. В общем, еще одним громким событием Fortnite укрепился в нашей истории. Надеюсь, что все-таки Fortnite разбанит в начале июня и мы снова сможем играть в нашу любимую игру на айпадах и айфонах, как в старые добрые времена. И подобной ситуации больше никогда ни с какой игрой не произойдет. Огромное спасибо вам за просмотр. Обязательно поставьте лайк на это видео, если вы досмотрели этот ролик до этого момента. Я старался. Также не забудьте написать в комментариях, что именно вы думаете. По этому поводу будет интересно узнать ваше мнение. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.